Реабилитационный центр Тихвинской иконы Божьей Матери при Троицком храме существует уже пять лет. Никем не финансируемый, он живет при помощи небольшого прихода церкви и пожертвований благотворительных организаций. Не раз к ним приезжали и члены местного отделения Российского Красного Креста. Во время очередной встречи директор центра подписала с организацией соглашение о взаимопомощи. Мы вас включаем в свой план, и все гуманитар, который нам приходит, значит, будете делиться. Спасибо огромное, мы вам очень благодарны. На сегодняшний день в реабилитационном центре находятся шесть семей. Члены Российского Красного Креста поздравили их с прошедшим днем матери и ребенка, подарили новые шерстяные пальто и шарфы, детские водолазки и футболки. У нас еще планируется посещение центра в декабре к Новому году, гель, шампунь, шапки, еще шарфы детские. Пока вот это, может еще что-то придет. Неделя доброты и щедрости, ставшая в муниципалитете традиционный, настоящий праздник для социального центра и его подопечных. Если бы вы знали, сколько мне людей звонят и говорят, а что вам надо, а что вам привезти, то есть вот этот позыв, вот этот вот призыв, он активизировал людей, и они готовы заниматься благотворительностью. И лучшей наградой за это становятся улыбки людей. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова